Статус главных центров научной жизни в Иванове по праву носят университеты. 8 февраля свой профессиональный праздник в День российской науки отмечают сотни студентов, аспирантов и преподавателей. О том, чем дышит отечественная научная мысль, нашему телеканалу рассказали в Химико-технологическом университете. Традиционный хим. университет силен, конечно же, фундаментальной науке. И в прошлом году, в 2018-м, мы не сбавили темпы по количеству и качеству выигранных грантов Российского научного фонда. Это самое основное сейчас, скажем так, поставщик финансирования на выполнение научных исследований, грантов Российского фонда фундаментальных исследований, грантов в рамках президентской программы поддержки молодых ученых. Получить грантовое финансирование, конечно, задача не из простых. Давать деньги на абстрактное изыскание никто не станет. Один из главных критериев – прикладная обоснованность исследования. Татьяна Кудаярова вместе со своими студентками получила полуторамиллионный грант на разработку новых противоопухолевых препаратов. Этот грант мы планируем потратить на закупку реактивов для синтеза новых препаратов, а также для покупки оборудования и биологических материалов для дальнейшего исследования физико-химических и биологических исследований. Сейчас химики трудятся над созданием компонента противоракового препарата, который будет менее токсичным и более растворимым по сравнению с уже существующими аналогами. Кроме того, у научной команды уже есть договоренность с Иктывкарским институтом биологии, сотрудники которого согласились провести испытания нового лекарства на клеточном уровне. О конечном продукте говорить еще рано, но определенных успехов ивановские ученые уже добились. Я занимаюсь разработкой потенциальных противоопухолевых препаратов на основе гуаназола. Я конкретно работаю с марганцевыми комплексами. Так как в известной литературе нет подобных разработок, то это направление является перспективным. Другое перспективное направление научной деятельности в стенах химуниверситета также связано со сферой здравоохранения. На кафедре технологии электрохимических производств ведут работу над созданием специальных игл, которые используются для диагностики мышечной активности. Отечественных игл на рынке, к сожалению, нет. Медикам приходится использовать зарубежные образцы. В иностранных иглах, ну они разные вообще есть, разные производители, но самые лучшие в них, центральная вот эта проволочка, она сделана из палладии. Палладий на настоящий момент, он дороже золота уже сейчас стоит, и поэтому сами иголки, они, в общем-то, дорогие получаются. То есть такая иголка импортная, она стоит порядка 10 евро. А это изделие одноразовое. То есть, естественно, никто не хочет потом в себя иголку после кого-то, чтобы для него применяли. Студентка кафедры Валерия Белова предложила разработать аналог медицинских иголок, а функциональную сердцевину из палладия заменить более дешевым металлом. Каким именно, исследователи говорить не хотят, держат технологию в секрете. Уже готовы экспериментальные образцы, их стоимость кратно ниже, а по качеству ничем не уступают импортным. Наши партнеры – компания «Нейрософт», которая производит диагностическое медицинское оборудование и в дальнейшем будет укомплектовывать свое оборудование нашими иголками, когда мы наладим производство. Мы собираемся открыть малые инновационные предприятия в сотрудничестве с небольшими компаниями ювелирной промышленности и с поддержкой «Нейрософта» и Ивановского государственного химико-технологического университета для того, чтобы наладить производство игольчатых миографических электродов, в общем-то, первым в России. В скором времени Валерия выпустит пробную партию иголок, чтобы их смогли протестировать в медицинских условиях. Если все пойдет по плану, через 2-3 года надеется наладить полноценное производство в Иванове. Поистине научный подход к решению конкретных практических задач. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.